Ну, конечно, конечно, есть и позитив, не только один негатив, естественно, ну, в частности, из недавнего, из недавнего можно привести пример, это озеро Бочаги, озеро Бочаги в районе села Остров, значит, предыстория там такая, значит, было озеро в пойме Москвы-реки рядом с селом Остров, которое подпитывалось там ручьем, который брал, соответственно, исток свой из родников, вот, и вся эта, значит, в итоге, из озера вода вытекала в Москву-реку, тоже через ручьи, значит, по земельному законодательству у нас, вообще-то, любой вот такой естественный проточный водоем, он является собственностью Российской Федерации, и, значит, выделять земельные участки, передавать их в частную собственность, в которых находятся вот эти федеральные водные объекты, просто запрещено, в общем-то, все логично и правильно, но законодательство у нас далеко не всегда соблюдается, к сожалению, ну, в частности, в нашем Ленинском районе. Так оказалось то, что вот это озеро Бочаги, весь этот водный объект оказался в частной собственности, и никого бы то ни было, опять же, все, значит, того же, значит, Дмитрия Саблина, и лица аффилировано группе компаний «Самолет», там у них долевая собственность. И, значит, вот этот земельный участок собственник решил использовать под отгрузку грунтов и под отгрузку строительного мусора. То есть, да, проблема в чем? То есть, в Москве, например, сейчас и в Подмосковье очень много происходит строек. То есть, что такое стройка? Это делают, роют котлован, а всю вот эту землю, ее надо куда-то девать. Или там реновация, сносят там старые дома, и вот весь этот кирпичный там бетонный бой тоже нужно куда-то девать. Вот. И для этого не везут их на какие-то специальные места, да, специально для этого отведенные, специально оборудованные, там по специальным технологиям не захоранивают, а просто договариваются в частном порядке вот с такими собственниками. Вот. То, что, значит, тот, чей грунт, он платит деньги за каждый самосвал, как нам самим сказали, вот водители этих самосвалов, там около 15 тысяч рублей за каждый один самосвал. Вот. И получается, что это халявные деньги абсолютно. То есть, ты не делаешь ничего, ты просто владелец земли, и тебе, значит, едут самосвалы. Из каждого самосвала тебе в карман 15 тысяч прилетает. То есть, деньги из ниоткуда. То есть, ты никакую для этого там работу не совершаешь сам. И это очень выгодно. Очень выгодно. Значит, очень многие участки у нас в Ближнем Подмосковье используются именно таким образом. И вот как раз это озеро Бочеги. Ну, как раз делали сюжет по этому поводу. Можете посмотреть, там, зрители, ссылочку мы оставим в описании. Вот. И, соответственно, тут была у них другая проблема. Значит, есть еще водное законодательство, которое говорит, что размещение мусора, отходов и размываемых грунтов в прибрежной зоне водоема, а она там, в зависимости от длины водоема, определенное количество метров, зафиксировано в федеральном законе, запрещено. Вот. То есть, они, ну, явно шли на нарушение этого закона. А для этого, чтобы им обойти этот закон, им понадобилось заключение о том, что это водоем, не водоем. Вот. Ну, у нас в государстве такое тоже можно. Если... Скажем, он не естественный, а искусственный. Ну, да. Если быть точнее. Да, да, да. Если быть точнее, совершенно верно. Вот. Они обратились, как ни странно, в федеральный институт, значит, при Росводресурсах, то есть, при Федеральном агентстве водных ресурсов. Есть у них там федеральный институт. И этот институт в девятнадцатом году сделал заключение о том, что водоем, он питается исключительно талыми водами. То есть, это, ну, грубо говоря, просто яма с водой. Это не водоем. И, соответственно, раз так, то его можно засыпать. Вот. И на основании этого заключения администрация Ленинского округа в лице заместителя главы Гаврилова Сергея Анатольевича выписывает ордер на проведение земляных работ и разрешает засыпку этого водоема. И туда потянулись самосвалы. Причем, поскольку все Володарское шоссе, оно в пробках, так сказать, с утра до вечера, то единственное время, когда оно не в пробках, это ночь. Вот. Поэтому, соответственно, все эти самосвалы едут по ночам. Ехали по ночам и прям выстраивались огромными вереницами. А там надо понимать, что по другую сторону этого озера уже стоят частные жилые дома, частный сектор. И там, получается, расстояние от места засыпки до частных домов там меньше 200 метров. Вот. И среди ночи, понимаете, грохочут эти самые кузова самосвалов. Работает там бульдозер, который это все разравнивает тут же. Потому что строительный грунт они маскируют, строительный мусор они маскируют под грунт. То есть высыпали грунт, следующий самосвал привозит уже землю. Он, значит, разравнивает, как такой слоеный пирог получается. И они просто засыпали, засыпали это озеро очень интенсивно, каждую ночь. Вот. Значит, активисты нашего округа несколько даже совершили таких ночных рейдов. Потому что это только ночью происходит. Вот нас поддержал Денис Малков, депутат от КПРФ в местном совете. Значит, ночью мы просто пришлось машиной перегородить дорогу этим самосвалом. Вот. После того, как мы перегородили дорогу и вызвали полицию, вот, о том, что здесь происходит нарушение. Значит, приехала полиция, приехал представитель собственника, вот, точнее, ну, арендатора, не важно. Вот. И стал там, значит, нам что-то рассказывать, что они там якобы собираются какой-то сделать здесь питомник там декоративных растений. Ну, то есть, про такую какую-то историю нам начнула рассказывать. Вот. Ну, в итоге, значит, полиция приехала, полиция нам действительно там помогла. Они там их поштрафовали, вот. И в несколько дней ничего не везли, потом опять продолжили. И вот так вот несколько ночных рейдов приходилось совершать. Вот. Потом к нам, значит, мы пригласили депутата Московской областной думы, Александра Анатольевича Наумова от КПРФ, он тоже приезжал. Вот. Мы все ему показали, передали ему обращение. Вот. Ну, и в итоге, в итоге, значит, удалось чего добиться. Вот. Удалось добиться то, что за счет, видимо, обращения депутатских, за счет массовых обращений граждан, за счет вот этой информационной волны, которая шла там по соцсетям, вот, в Кубе. И в газете. И в газете, да, «Подмосковная правда». Вот. Все это вместе, видимо, помогло. И в итоге, значит, агентство водных ресурсов, Федеральное агентство водных ресурсов нам прислало ответ о том, что они разобрались. Вот. Разобрались они благодаря тому, что летом, значит, наши активистки вместе с инспекторами вот этих Росводресурсов показали им, значит, буквально провели, показали, смотрите, вот родник. Вот отсюда вода вытекает, значит, сюда она втекает, и, значит, дальше течет в Москву реку. Все это они прошли, отфотографировали, составили заключение. Ну, на это еще пришлось несколько месяцев потратить. Депутатские обращения, там, визиты и так далее. Ну, в итоге агентство водных ресурсов нам пишет ответ, что мы отзываем наше заключение о том, что это водоем искусственный. Вот. Поскольку на самом деле он естественный. Вот. И после этого, значит, мы тут же начинаем долбить местную администрацию. Вот. Уж скорее отзывайте ордер. Вот. Поскольку ваш ордер, получается, что в соответствии с отозванным заключением, да, противоречит федеральному законодательству. Вот. Администрация не спешила отзывать ордер. Там, это тоже они дотянули. Там, завтра, завтра, послезавтра. Значит. Но в итоге отозвали. Буквально было где-то. По-моему, в начале той недели, если не ошибаюсь. Отозвали ордер. И вот с тех пор, значит, на этот участок больше ничего не везут. Вот. Но это, естественно, пока расслабляться еще рано. То есть, я думаю, что там будут еще заходы. Потому что, ну, это дело очень прибыльное. То есть, если там, ну, сами считаете, да, если самосвалы 15 тысяч, этих самосвалов за ночь, там, может быть, 50, а может, 100. Вот. Ну, представьте себе, какие это деньги. Ну, для нас это деньги безумные, да. Для владельцев, может быть, они не такие безумные, но тоже на дороге не валяются. Вот. Поэтому я думаю, что будут еще заходы, будут еще какие-то липовые заключения, там, ну, ко всему готовые. Вот. Но на данном этапе вот определенный результат есть. То есть, сейчас там тишина. Ну, можно еще пример привести. Это вот как раз касательно работы небольшой фракции, там, депутатов, да, коммунистов. Так или иначе, мы все прекрасно знаем, что Геннадий Андреевич Зюганов инициирует уже не один год принятие закона о детях войны. Вот. И наши федеральные власти всячески этому сопротивляются. Но, допустим, на местном уровне у нас, да, в совете депутатов Ленинского городского округа, он, в принципе, признает эту самую категорию, и им уже под праздники, там, 9 мая, из бюджета муниципального будет выплачено непосредственно полторы тысячи рублей. Так что, такие небольшие, как бы, победы, они есть, да, они маленькие, вот. Но, тем не менее, они... Большой самолос складываются, да. Да, 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 шаг за шагом вода камень точат, где-то что-то постепенно получается, где-то не очень. И это вот как раз говорит о том, что, в принципе, надо, надо вливаться, надо участвовать в общественной, да, и политической жизни. Потому что, если ты ничего не будешь делать, ну, у тебя точно ничего не получится, и точно ничего не добьешься. А если ты будешь что-то делать, куда-то обращаться, кому-то ходить, выносить постоянно мозг, там, всем-всем, кому не лень, ну, тогда у тебя есть шанс непосредственно, что дело, быть может, оно сдвинется с мертвой точки. Потому что, ну, люди разные бывают, и может кого-то вот, как этот сам представитель института, который дали заключение, они задумывались о том, етишки на шишках, где-то и кредитацию могут отобрать, если дело дальше пойдет. И раз они, тем более, такие прецеденты были, вот с усадьбой, когда заключение по границам охраняемого объекта непосредственно делалось, то есть, и там зоны охраны утверждались непосредственно под застройщика. Прошло какое-то количество времени, но лишили этих экспертов, короче, статуса эксперта. К сожалению, это происходит спустя год-два-три, но это происходит. И, быть может, вот благодаря этому общественному резонансу институт схватился и быстренько это решение отозвал. Вообще, я могу сказать, что, к счастью, в экспертном сообществе есть действительно люди принципиальные, честные и неподкупные. Ну, то есть, есть и такие, и такие. То есть, в экспертном сообществе есть как прохиндеи, которые тебе любую экспертизу напишут за деньги, а есть действительно настоящие эксперты. И там тоже, в этом экспертном сообществе, тоже идет борьба добра со злом. Несколько раз был свидетелем подобной борьбы. То есть, тоже все познавательно интересно. Не все потеряно. Я вот считаю, что вот это экспертное сообщество, это, в принципе, остатки непосредственно советского наследия, потому что у нас вся общественная жизнь, она формировалась в качестве разных там союзов. Союз там кинематографистов, там союз автомобилистов. То есть, вот все общество было структурировано вот такой вот сферой интересов, которые в своих рамках принимали какие-то решения, куда-то обращались, и что-то непосредственно двигалось. К сожалению, после распада до Советского Союза, все эти общественные институты, они по большому счету, так или иначе, ну, Сталин, действующие власти, ну, не нужны по большому счету. Вот. Но, с другой стороны, остались, остались все-таки организации, как все российское общество охраны памятников, там, истории культуры, там, охрана природы. Да, конечно, сейчас они такого большого там веса статуса не имеют, но факт тот, что, наверное, стоит их наделить тоже, в том числе, и какими-то экспертными полномочиями, и вводить их в качестве совещательных таких общественных организаций, в рассмотрение каких-то дел, да, каких-то законопроектов, я считаю, это просто надо делать непосредственно обязательно. Вот. Поэтому есть куда расти, к чему стремиться, и дело не только, да, в политической такой жизни и борьбе, да, за власть, но надо создавать гражданское, на непосредственное общество, и брать все те лучшие традиции, которые были в Советском Союзе. Тоже, если есть минутка, могу тоже пример один привести, как раз по поводу вот экспертного сообщества. Тоже у нас в селе Остров есть храм древний 16 века, то есть, ну, действительно уникальный, уникальный памятник культуры. И он находится на берегу Москвы-реки, и вокруг широкая пойма такая низменная. И ценность представляет не только сам храм, но и его вот это окружение. То есть, если его вокруг застроить как бы небоскребами, то он сразу потеряется, и уже ценность будет гораздо меньшую представлять. Соответственно, и вот когда рассматривался в Министерстве культуры Российской Федерации, а это федеральный памятник, поэтому это федеральное министерство рассматривало, вопрос о том, какую ему сделать охранную зону, большую или маленькую, да, то есть, там ясно, что, значит, руководство Московской области, поскольку оно очень дружно с самолетом и с саблином, а именно они являются собственниками всех этих земель прилегающих, как и большинство тут таких бывших сельхозугодий, значит, они, естественно, лоббировали маленькие охранные зоны. Вот, а еще до прихода Воробьева, до прихода Воробьева был разработан проект с большими охранными зонами, ну, то есть, настоящими учеными, настоящими экспертами, с учетом, ну, каких-то объективных научных оснований, там это и исторические связи, и визуальные ландшафтные анализы, и так далее, то есть, ну, в общем, точная наука. И в итоге рассматривался, то есть, точнее, на Министерство культуры поступил урезанный вот этот проект, который лоббировался руководством Московской области, и Министерство культуры, ну, видимо, поняв, что вопрос очень такой резонансный, решило поручить это рассмотрение как раз научно-методическому совету, вот, то есть, при Министерстве культуры есть научно-методический совет, который, в принципе, носит рекомендательные функции, но его мнение очень авторитетно, поскольку состоит из действительно видных ученых, там, профессоров, академиков, которые, ну, с мнением которых нельзя не считаться. Вот, и на заседание вот этого научно-методического совета так получилось, что вот как раз представители нашего местного отделения Всероссийского общества охраны памятников в истории культуры были допущены, вот. И мы были свидетелями, как действительно пришел, значит, пришла эксперт, которая делала заключение на вот эти урезанные зоны, и как она там красиво все рассказывала там людям, которые, ну, в принципе, они люди федерального масштаба, они каких-то конкретно местных особенностей могут не знать, да, и, ну, так сходу не успеть разобраться. Вот, она им там красиво рассказывала, как они там все будут сохранять этот памятник, все обходя все вот эти острые углы, вот. И потом, значит, когда наши представители попросили слова, они вышли, они представили полный проект, который у них был с собой, показали, значит, ученым, значит, все плюсы и минусы того, то есть дали какое-то логическое обоснование, вот. И научно-методический совет, он принял решение в нашу пользу. Он сказал, что вот этот урезанный проект утверждать нельзя, вот. И что мы рекомендуем утверждать проект, вот этот полный. Вот. Это было решение научно-методического совета. Министерство культуры не посмело через это решение никак переступить, поэтому они сослались на него и сказали, что мы согласны с научно-методическим советом, у нас нет оснований ему не доверять, и направили это в область. Вот. Ну, а область сейчас, как бы, естественно, этот вопрос замылила, то есть они говорят, ну, мы тогда никакие пока утверждать не будем, будем тянуть время. То есть, ну, в любом случае, то есть, в любом случае, да, то есть, если, я к чему все это веду, да, я считаю, что, во-первых, в экспертном сообществе есть действительно нормальные люди, хорошие специалисты, объективные, и, во-вторых, что если представители общественности будут допускаться до каких-либо вот таких публичных обсуждений, то, если они будут приводить правильные аргументы, то, в общем, велика вероятность, то, что действительно будут приниматься правильные решения, ну, по крайней мере, в каких-то случаях. Поэтому, наверное, Баюклин и против, чтобы допускать людей. Наверное, да. Да, видите, когда становится известна широкая общественность, всё-таки, наверное, на улице на тебя, кто узнает, и косо смотреть будет. Мы живём-то в районе достаточно небольшом, особенно, что касается, там, города Вины, ну, там все друг друга знают, на большом счёте. Я вот, к сожалению, езжу много на машине, но бывают такие случаи, когда решаюсь пройти пешком, от одного места до другого вместо 10 минут идёшь минут 40-50, там ещё кто-то с тобой здоровается, кто-то там тебе что-то желает, кто-то что-то спрашивает, кто-то что-то общает. Поэтому, естественно, гласность принятия таких решений, тем более которые они будут влиять на нашу непосредственно общественную жизнь, это просто нам надо обязательно делать. То есть, и тем более, если уж упомянули фамилию Баюклин, да, и коснёмся мы опять предыдущего совета, это когда Грудин Павел Николаевич был председателем совета депутатов в городе Видное, но у нас была полная, тотальная непосредственно гласность. И люди заседанию совета депутатов никак не мешали. Ну, они приходили в зал, они сидели и просто смотрели. Никаких выкриков, никаких выступлений, ничего с места не происходило. Конечно, перед ягодом Штатихов, опять же, это было сотрудниками исполнительной власти и охраны. Жители как раз в этом участии не принимали. Ну, боятся они гласности, боятся они высказывать свое открытое мнение. Ведь даже как мудро поступили и единороссы, и господин Станислав Радченко. А ведь когда обсуждали вот этот вот доступ, порядок доступа жителей, ведь не единороссы выступили по этому вопросу. Они дали слово человеку, который единороссом не является. И он озвучил, грубо говоря, свою позицию, замазав сам себя, да, но не тронул. Но не тронул не единороссию. Это точно так же, у него, видимо, такая роль, но точно так же и по округу, да, то есть он агитировал людей в прошлом году голосовать за округ, вот, насколько это хорошо. То есть, ну, видимо, ему такая роль отведена. Ну, надо напоминать людям, что все-таки репутационные издержки, они будут. Вот, и поэтому те, кто сегодня там предает свои убеждения, вот, чтобы он понимал, что, во-первых, интернет все помнит, во-вторых, люди не забудут ему еще ходить по этим самым улицам. Ну, еще раз спасибо за эту прекрасную беседу. Будем продолжать ее. Я так думаю, что зрители будут писать нам в комментариях, и мы будем отвечать на их вопросы и призываем это делать активно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!